Пока я тут отходил, вышел громкий вопрос. Да, я смотрю импровизацию. Если это для вас открытие, то, соответственно говоря, подписан и на импроком тоже. Так вот, вышел громкий разговор. Нам писта. Сразу, ребят, предупреждаю, не обещаю full experience, поскольку у нас сегодня в качестве реакции будет кое-что очень уше и душе щипательное. ASMR с Брэйном Апсом. Алло, алло, слышно меня? Привет. Думаю, вы наверняка слышали и знаете, что такое ASMR. А если нет, то в этом видео я подробно расскажу вам все про ASMR, какие загадки скрывает этот формат и многое другое. Я отправился в... Если сказать это простыми словами или двумя словами, то... ASMR пощекотает ваши уши. Причем до мельчайших подробностей. Пощекотает. Корея, чтобы рассказать вам странные случаи гипноза, интервью с экспертами, экстрасенсами и многое другое. Шучу, конечно. Мне что делать нехера. Сейчас бы время тратить на какую-то хуйню. Я просто посмотрю странные подборки. Вот, так, давайте еще добавляем после подборок дебильных насмешек еще и вот это. А! Я ASMR в этом видео и все. Это ведь то, зачем вы сюда на самом деле пришли. В общем, на самом деле, я не помню, что я искал, но мне в поиске на YouTube случайно выпал плейлист, который назывался что-то типа Weirdest ASMR, like, you know, fuck. Weirdest ASMR ever. И глядя на названия и картинки к этим видео, мне стало интересно, что это за херня? Мне стало интересно посмотреть, насколько далеко могут зайти ASMR-ристы. ASMR... 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 ASMR-мейкеры. Давай так будем говорить. Мне уже страшно. Я не знаю, что подразумевает под собой Moto Moto ASMR. Давайте посмотрим. Пожалуйста... Ну... Так, сейчас, секунду. Здесь должна была быть шутка про бегемота из Мадагаскара 2, но... я уже ее сказал. Продолжаем. Пожалуйста, наденьте наушники для лучшего эффекта. Для лучшего экспириенс. Ладно. Какая милая музыка. Что это значит? Что это значит? Ну, этот мужик... Что это значит? Чувак, это значит... Moto Moto, это значит... Секси-секси. Как это было. Мадагаскаре 2. Что значит Moto Moto? Что за перчатки? Я чувствую немного... ...звуя сегодня. Я надеюсь, не забывай меня. Фолл экспириенс. Что мне тебе прощать? Фолл экспириенс. Что ты хочешь сделать? Чит. Он мне напоминает... Умпа-Лумпа из Чарли Шоколадная Фабрика. И это нехорошо. Чувак, для меня существует только одни Упа-Лумпа. Из фильма 54-го года. Или 74-го. 74-го. Я не хочу портить свои впечатления о этом прекрасном фильме. Ладно. Наверняка. Ну... А ремейк не такой прекрасен, как оригинал. Уж поверь мне. Я просто драматизирую. Хоть... Хоть Джим... Хоть... Хотел сказать Джим Керри. Хоть Джонни Депп в роли Вилли Вонки тащит. Наверняка я просто драматизирую. Это просто видео с приятными звуками. Ничего здесь странного не будет. Да ведь? О, бригада. Я и так довольно-таки близко к тебе. Очень класс. Ладно, давай. Это очень страшно! Это слишком... Близкий контакт. А почему здесь такое качество хорошее? Это что, 4К? До чего техника дошла? СМР уже на 4К снимают. Это очень странно! Это очень странно! Особенно, когда ты смотришь ему прямо в глаза. Я не знаю, что... Во-первых, это очень крипово. Во-вторых, попробуйте посчитать все его морщины на лице. Даже Тигр пришел. Ты хочешь узнать, что такое Мотомото? У него, кстати, было недавно, настоящая Мотомото. Он не ходил в туалет 3 дня подряд и... Ну, точнее, он пытался, но у него не получалось. Видимо, у него был запор. Мотомото? Это бегемот из Мадагаскара 2. Вы чего? Но мы будем ими, потому что ты намеренно это вставишь, чтобы мы поугарали и ужаснулись одновременно. Хотя, для этого достаточно одного человека, потому что пока я тут отходил, вышел громкий вопрос. Да, я смотрю импровизацию. Если это для вас открытие, и, соответственно говоря, подписан и на импроком тоже. Так вот, вышел громкий разговор. Пизда. Вы знаете, какой Тигрокот, и вы знаете, какая это неприятная операция. Господи, моя психика была сломана, серьезно. И, видимо, сейчас я хочу ее себе доломать. Блин. Я и говорю. Лучше бы я не заглядывал в описание. У меня промелькнула такая мысль, но... А я сразу понял, потому что другого Мотомото и не существует. Бигчанки. Здесь написано. Бигчанки. Мотомото это персонаж из мультфильма Мадагаскар 2. Помните Мадагаскар 2? Я еще и играл в эту игру. Хотел записать здесь прохождение, но, увы, Nvidia не записывает эту игру, а остальные программы записывают еле как. Помните Мотомото? Да. И ведь недавно по нему начали, ну, не так давно, по нему делали мемы. Хуманизация его. Господи, еще и СМР. О, мой бог. Ладно, на самом деле, оно идет 30 минут. 30 минут истинного наслаждения. На самом деле... Такое ощущение, словно это актер его озвучивший. Мне очень редко, но нравится смотреть СМР. Я понимаю, в чем прикол. Еще в глубоком детстве, хотел сказать, странно звучит. Ну, в общем, в детстве у меня иногда бывали такие моменты, когда вот, не знаю, например, кто-то либо чистил картошку, либо кто-то пилочкой от ногтей пилил себе ногти. Иногда бывали такие моменты, когда кто-то делал вот такую... Я не знаю, как описать, какие-то такие действия, триггерные, видимо, для меня. У меня шли мурашки, то есть я прям кайфовал. Не знаю, мне почему-то это нравится. И когда я узнал про СМР, я понял, что СМР основан как раз-таки на вот этих вот мурашках, которые ты должен получать, когда другой человек делает какие-то определенные вещи. Так, СМР, чтобы помочь тебе уснуть. Я бью тебя, пока ты... Не помню, что означает это слово, сейчас посмотрим. А, я бью тебя, пока ты не потеряешь сознание. Прикольно. Давайте посмотрим. Это что, швабра? А, я начинаю чувствовать эту боль. Что? Я не могу на это смотреть, ребят, серьезно. Кошка, морковь, банан. Фу, твою мать. О мой бог, он такой изобретательный. Гладильная доска. Ребят, понимаете, в чем дело? Я очень чувствителен к тому, как повреждается камера. Говорю, как тот, кто ломал эти камеры и после этого карал себя за это. Я не могу на это смотреть. Ладно, я понял. Твою мать! Это опратительно. Ну, это чисто, да, ролевая игра чисто на диалогах. Это еще ладно, давай. Ролевая игра. Дай. Let's go. Я игра. На самом деле, в этом... Четыре миллиона. Четыре миллиона. А я игра. Вот теперь, ребят. Четыре миллиона. Я игра. На самом деле, в этом можно даже... В этом жанре можно показать себе, например, свои навыки актерского мастерства. Да. Есть какие-то творческие отголоски во всем этом? Это же открывашка для вина. Чувак, им можно открывать не только вино. Ладно. Full experience я оставлю для своих подписчиков, а так буду с одним наушником сидеть. Мне удобнее-то. Ммм, мне тоже нравится эта картошка. Я игру глазки выковыривать. И слои тоже. Не надо. Твою мать. Фьюзан, не смотри, закрой глаза. Ладно, weird, но не самый странный смр, который я видел. Смотрите, в рекомендациях. Да, только фью, по-моему, было, мне показалось. Ну, Scary Stories, это... Ну, это и сам Брайан может делать. Сынский осмотр. Голозной доктор. Да что с глазами? Зачем вообще ходить в прачу, когда можно просто посмотреть смр? Нет, у меня другой вопрос. Чего вы так ориентируетесь на этих глазах? Ну ладно, смотреть мы это и будем. Вот, что я хочу посмотреть. Я наткнулся... Шрек, там был Шрек. Ну, в общем, я наткнулся на один интересный смр. Boyfriend roleplay. О, Господи, вы только посмотрите. Сюда я... АСМР, завидующий парень, ролевая игра. Окей. Утешение типа. Привет, там мои родители спят. Вы выглядите очень красиво. Да, конечно. Вы всегда выглядите очень красиво. Спасибо, ты тоже, Стива. Блядь, чувак, ты меня что, слышишь? Нет, это какой-то странный бойfriend. Я сейчас найду именно то видео, на котором... Не, будь я его тян, я бы... Да. Он натыкался... Вот это, кажется, оно... Это слишком близко. Too much creepy. Too much creepy, no. Ты в расфокусе, у тебя рожа мыльная. А, да, я забыл предупредить. Это не просто ASMR boyfriend roleplay, а это еще boyfriend cares for you while you sick. Ну, типа, ты заболела, и твой парень помогает тебе. Твою мать. То есть, заражается, короче говоря. Да, я понял. Нет, я сдавал анализ, это не аллергия. Почему мне начинает дергаться рука от того, что она начинает так тихонько говорить? Это очень странно, но я понимаю. Это реально... Блин, ASMR реально щекочет. Нет, у меня начинает вот такими движениями дергаться рука. Вы страшно это смотрите. Господи. Прикольно. В принципе, каждый ищет то, чего ему не хватает, да? ASMR огромное количество. Можно найти, я не знаю, ASMR жру, или там... Сру. Ну нет, ты понимаешь, да? Нет, не вряд ли, такое тоже есть. Я к тому, что вы найдете свой жанр. Не переживайте. Теперь лишняя вещь. Шрек делает ASMR. Boyfriend roleplay! Ну, вы знаете, Шрек из Love, Шрек из Life. Я никогда не смогу смотреть на Мадагаскар, Чарли Шоколадную Кабрику. Видимо, Шрек теперь тоже входит в этот список. Это очень странно. Это даже не странно. Есть еще и фразы из мультика. Чувак, это низко-палеогонально. Шрек из Love, Шрек из Life. Куда это смотреть? Аааа, эти звуки! Я не могу! Это можно для пыток использовать! Донки! Мне кажется, меня за это забанят. И в этот момент ко мне тигр еще и пришел. У меня вдвойне реализм сейчас. АСМР еще и я тоже глажу. Это очень странно. Я не думал, что это будет все настолько странно, но мне почему-то даже интересно. Наверное, потому что я... Ну, а если серьезно, то это чисто рофл. Вот это конкретно АСМР с АШеком, это рофл. Ладно, такие вещи, как шепчущий банан и расслабься сатаной АСМР мы будем пропускать. Найн. Более 57 минут, целый час. Ты что, охренел? 5 минут, by the way. Но расслабление так расслабление. Есть еще другой жанр странах АСМР. Я часто натыкался на эти видео с клавиатурами. Вот оно и одно из них. АСМР-съедобная клавиатура. А, ну это шоколадка, окей. Если это шоколадка, это хорошо. Ну, видимо, это торт. Это так странно выглядит. Мозг сейчас сломается просто. Я знаю, как можно было бы улучшить этот АСМР. Это очень щекочет нервы. Если бы... Чуваки, это тумач, как щекочет нервы моего головного мозга. Ей-бол, реально. Да неужели. Если бы она... То есть, реально, когда ты смотришь АСМР и слушаешь это ушами, возникает такое ощущение, словно ты хочешь это остановить, но при этом ты не можешь. Ты хочешь и не хочешь одновременно это останавливать. Я попросила сделать заправку торта. То есть, сделать начинку торта. Типа, мне это нравится, но в то же время мне это неприятно. Малиновое куличное варенье. И было бы такое, что она откусывала бы клавиатуру, и все это красным текло по верту. И такое ощущение было, что она как будто бы живую клавиатуру ест, и у нее разрывается пасть от этих острых деталей. Ну, в общем, красиво. Несмешные лишинки. Кирилл, видимо, теперь тоже пополняет список фильмов, которые... Не, чувак, да, вот это вот годно очень. За моей башкой, наверное, не видно. Сейчас я мышку включу и вам продемонстрирую. Из истории игрушек 2. Чисто моя любимая сцена, в котором прям totally satisfying, когда он чистит буквально все. Глаза, сапог, волк, там, шьет ему костюм. Вот это вот, давай посмотрим. Я больше никогда не смогу смотреть. Только не Волт-демод, нет. Самый первый, а самая аромат Волт-демод. Только не Волт-демод. Надеюсь, он будет делать какие-нибудь крутые штуки своей палочкой, может быть, какие-нибудь заклинания. Только не Адам Кедавр, пожалуйста. Это я, который не будет назван. Это Волт-демод. Привет, Волт-демод! А я как раз в очках, и мне многие писали, что я похож на Гарри Поттера. Один даже просил сделать молнию на лбу. И он это сделал, по-моему, в одном из скетчей, но потом это уже все. Что-то я не понимаю, что он говорит. Включу-ка я... Испанский. Субтитры. Спасибо, YouTube. Что он делает? Что это? Ясно. Ты наркоман! Как хорошо, что я это слушаю на одном ночке, иначе бы я рыхнулся и не могу. Не-не-не, Гриффиндор. Как ты мил, а Волт-деморд в конце просит подписаться на его канал. Не надо! Окей, это было слышно, ладно. Ой, у меня тут рекомендации интересные теперь, видимо, будут преследовать меня в ближайшие недели. Не знаю почему, но мне нравится Хармад СМР, хоть я его очень... У меня, повторюсь, ощущение вот такое. Я хочу это выключить, но и не хочу одновременно. Редко смотрю, но всерьез я его не восстаниваю. Креатив, можно проявлять себя, развивать себе актерские навыки. Не знаю, в общем, насколько бы странно это не смотрелось, это прикольно. И это очень неплохо олицетворяет интернет в целом. Подпишись на канал. Спасибо. Чувак. Чувак. Чувак, у тебя не такой микрофон, чтобы делать подобное АСМР. Совсем не такой. Ити же, пассатижи, ребят, ити же. Ну, а теперь... Да, импровизация, я был о вас более высокого мнения. Готовьтесь. Сейчас я буду глядеть кринж вне записи. Они вроде бы нормальных гостей звали. Клаву Кока, Абрамова. Вот и... И ничего не имею против брекетов. Но здесь... На этом и все.